МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Способность к рисованию, богатое художественное воображение, склонность работать руками и внимании к деталям. Все эти качества подходят и вам, но не каждый из вас умеет делать то, что имеет этот человек. Сегодня познакомимся с художником по костюмам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для публики он подобен сказочному волшебнику, чью работу видят все, но мало кто задумывается о создателе образов и декораций. Великолепная постановка и шикарная игра актеров на виду. А он всегда остается за кадром. Зульфия Щербакова – цинический художник по костюмам. Я в юности мечтала быть дирижером симфонического оркестра. Вернее, работать в театре, работать с оперой, работать с балетом. Но судьба сложилась так, что в какое-то время я начала шить дома на заказ, а потом начала придумывать модели для женщин. У нас была сеть магазинов «Окно в Европу». Может быть, кто старше поколение помнит эти магазины. Я одно время работала модельером и дизайнером в этом салоне. Подбирала гардеробы женщинам, занималась работой стилиста. Работа модельера, она интересная, она тоже творческая. Но моя любовь к сцене все-таки привела меня в театр и привела меня на сценические площадки. И вот уже 10 лет Зульфия занимается любимым делом. Специализируется на сценических костюмах. Задаетесь вопросом, зачем нужен такой костюм? Это все равно, что смотреть фильм без звука. Костюм играет важную роль и помогает дополнить любой образ. С его помощью можно раскрыть и характер, изменить фигуру и внешность персонажа. Такой костюм помогает создать необходимое время и эпоху. Командная работа режиссера, постановщика, балетмейстера, если это танцевальная, если это драматический спектакль. Художник-постановщик еще участвует, так как художник-постановщик занимается сценографией. А художник по костюмам, вот конкретно я занимаюсь костюмами. Мы работаем и с актерами, и с артистами, и с танцорами. Это очень глубоко командная работа, потому что без вот этой команды не сделать хорошего продукта. И таких костюмов на счету у Зульфии и ее команды тысячи. Танцоры, актеры и спортсмены в нарядах, изготовленных ее руками, выступают по всей России, Европе, миру. Среди них команда нашей республики «Экстрим» по фитнес-аэробике, которая в прошлом году завоевала золото мира. Вдохновляют мастерицу успехи тех, с кем она работает. Она не занимается этнографическим костюмом и его реставрацией, но ее любовь и страсть – стилизация на основе исторического костюма. Я уже третий год подряд очень плотно работаю с командой «Экстрим», и мы добиваемся вот этих результатов высоких. Меня это очень радует. Создание эскиза – это даже не полдела. Подбор материалов, создание конструкций, шаблонов, раскрой изделий и воплощение изделия в авторскую, индивидуальную модель. Это экспериментальный костюм, поэтому он у меня есть, но фотографии в интернете гуляют, съемки этого танца есть. Что использовано здесь? Использованы яркие материалы. Я говорила о командной работе, да? То есть в данном случае, конечно, мы работаем вместе с постановщиком, с балетмейстером, с самими артистами, чтобы было удобно. Как подбирать? Как видит начальник любого творческого коллектива, как у него номер должен выглядеть? И мы подбирали материалы. Это должно быть ярко, контрастно, интересно, заметно всем, конечно. Чтобы это блестело со сцены. Здесь еще нет различных блестящих вещей, которые гостемеры дальше у себя в гостемерке сидят и пришивают. От сказочных персонажей до сценической площадки. Так Зульфия пробует себя и на пространственном дизайне. Например, этим летом в Вишкароле на подготовленной ею площадке прошел межрегиональный экономический форум «Время возможностей». Если любить то, чем занимаешься, оно всегда принесет удовольствие и будет открывать перед тобой новые возможности, говорит мастерица. Ну, каждый из нас что-то должен в этом мире привнести, в этот мир привнести. Сказать свое слово. Что-то сделать для мира хорошее. Ну, не только для мира, но и для людей. Для близких, для друзей, для семьи. Для людей, с кем ты сотрудничаешь изо дня в день. Вот моя жизнь мне показывает, я понимаю, что моя судьба, видимо, такова, что я пришла к этому ремеслу, пришла к этой творческой профессии. Я действительно вижу костюм. Когда я вижу постановку, я вижу уже, как это все выглядит. То есть мне это нравится, и это моя любимая... Это моя любимая работа. Редактор субтитров А.Семкин